Всем привет, народ! В воскресенье праздничный день и у нас обзорчик, поэтому сразу заранее ставим лайки, пишем комментарии. На что обзор? Обзор на городское кафе Три Правила. Есть проблема, у них нет своей доставки, но у нас есть Яндекс.Еда. С помощью приложения Яндекс.Еда, очень удобного приложения, мы выберем все, что относится к моему району. То есть у меня здесь забит адрес и все, что ближайшее есть, все здесь высвечивается. Ну мы на все практически обзоры снимали, и вот три правила. Скидка 30% на все меню, пожалуйста, вся информация сразу здесь присутствует. Время доставки 45-55 минут до меня, и хороший рейтинг, между прочим, 4,8, посмотрите. Яндекс.Еда. Ну давайте будем заказывать, вот смотри, курица с карри, рисом и кумином 83 рубля, да? Почему бы нет? Добавим. Грибной крем-суп со сливками, конечно, добавим. Смотри, котлеты по-киевски. Да вообще, тут такие цены, что можно просто вот так вот все подряд делать. Короче, сейчас позаказываем всякого. Так, смотрите, еще сэндвич по 69 рублей, блин. Я не... Вот я уже почти все меню заказал, у меня всего лишь 1300. Пельмени домашние. Слушай, очень похоже на сибирскую коллекцию. Даже роллы у них есть, ты посмотри. Круассан с шоколадом добавлю. Мой любимый домашний компот! Они до сих пор его продают. Я прям сразу три штуки себе зафигачу. Очень он мне нравится. Через приложение Яндекс.Еда мы можем оплатить через Apple Pay карту или наличными выбрать. Но у меня есть Apple Pay, поэтому я выбираю такую форму оплаты. Все, ребята, три правила получили наш заказ. Можно с ними даже попереписываться, но пока мне им сказать нечего. В общем, ждем. Так, все, отлично. В общем, ссылочки на приложение Яндекс.Еда будет в описании к видео. Также будет ссылочка на их сайт. Вы можете и через сайт пользоваться доставкой Яндекс.Еда, ребята. И будет еще офигенный промо-код. До 31 октября по промо-коду покашеварим. Он же будет еще и в описании. И скидка 25% на первые два заказа. Пользуйтесь, друзья. Экономьте. Халява. Вот столько, короче, еды нам привезли ровно за 55 минут. Все как написано, но по верхней границе. Ребята, ну столько еды объективно на 2808 рублей нам не привозили. И вот что странно. Вот он чек. И здесь в чеке пробито 4012 рублей. То есть немножко непонятно. Получается, в чеке пробита полная стоимость. Да, но мы видели, что там скидка 30%. Ну то ли на все меню, то ли на некоторые позиции. И, видимо, она. Но в чеке пробита полная стоимость. И я, конечно, как бы не налогово я в этом не разбираюсь. Но странно. Наверное, тут должна быть указана стоимость с учетом уже скидки. Но сам факт. Много еды. На заразумные деньги. До 3000 рублей. И сейчас просто капец будет какой, видимо, долгий обзор. Давайте начинать. Смотрите, как упаковывается. Каждый пакет еще степлером забабахивается. Тут у нас супы. Вот так это выглядит. Супчики в фирменной упаковке. И гренки. 10 рублей стоит такая упаковка гренок. Ну давай вот ради интереса мы сейчас возьмем любой супчик. Первый попавшийся. Крем шампиньонов у нас попался. Попался? 47 градусов. 38. 45. Ну, короче, 45 градусов. Температура супа. Это весьма съедобно. Не очень горячо, но съедобно. Оп. Оп. Омлет, блины. Блинчики с яблоком и корицей. Давай по блинчикам еще глянем. Ну, слушай, привезли быстро. Довольно. 48 градусов. То есть по температуре все хорошо. Мне нравится, что они, смотрите, они упаковывают тематически. То есть в одном пакете упакованы только сэндвичи, которые мы заказали. До этого были только супы. В другом пакете блинчики. Это очень удобно. Вот они мои хорошие. Лапочки. Компотики домашние. Жалко не было малинового. Только вишневый. Но сойдет. Вот, ребята, комплектация в таком виде приезжает. Довольно много салфеток. Прям половина пачки. И куча всяких вилок, ложек. Мы указали 5 человек. И нам привезли на 5 человек. Я выражаю респект. Трем правилам. За логистику упаковки. То есть десерты отдельно. Салаты отдельно. Сэндвичи отдельно. Супы отдельно. Блинчики отдельно. Естественно, горячее. От горячего. От холодного разделено. Это очень клево. Салатики прохладные. Горячее. Горячее практически. В общем, все как надо. И отдельно напитки. И вот, кстати, какие-то еще странные, которые я не пробовал. Что, кстати? Ну, они холодные. Слушай, напитки холодные. Где мой перометр? Через упаковку, мне говорите, не мерить. 12 градусов. То есть они стояли в холодильнике. Кое-как тут освободил себе пространство. Начнем с чего-то горячего и теплого. Давай вот блинчики и что-то еще у нас тут. А, омлет. Омлет. Запах творожный. Творожное что-то. Запах прям ванили такой хороший. Так. Нежная творожная запеканка, друзья мои. Сколько она? Вот здесь прямо написано, сколько она должна весить. 100 граммов, да? А у нас 111. Ну, это без коробки. Давайте, кстати, выясним вес этих коробочек. Сколько они весят сами по себе. Ай, блин, не получится у меня всю запеканку. Ну, значит, не на запеканке проверим. Окей. Считаем, что все соблюдено. Внешне запеканка выглядит хуже, чем на картинке на сайте. Там сверху еще какая-то сметанка. А я не вижу. То есть, тут ничего не подано. Никакая ни сметана, ни сгущенка. В общем, отличается. Выглядит хуже, но по запаху она очень даже хороша. Пятипроцентный творог. Вот вообще здорово, что написан весь состав. Никакой химии. Это, кстати, одно из правил, по-моему, у кафе три правила. У них там, короче, типа свежее, натуральное и что-то еще какое-то правило. Вот, действительно натуральное. Честно говоря, я не люблю такие запеканки. То есть, мне нравится запеканка, в которой чувствуется творог как структура. А тут он, знаешь, как, ну, типа как пудинг такой. Но в то же время написано нежная творожная запеканка по-домашнему. Она действительно нежная и творожная, и действительно по-домашнему. Просто мне не очень заходит. Имею право на свое мнение, правильно? А то некоторые пишут, что у меня нет своего мнения. Вот оно. Мне не нравится нежная запеканка. Блинчики с яблоком и корицей. Давай сразу несколько блинчиков и посмотрим, какие у нас там есть варианты вообще. Блинчики в другой, кстати, упаковке. Упаковки у меня вообще вопросов нет, очень клево сделано. Все, мы три блинчика заказали. А, один из блинчиков, правда, омлет. У нас блинчики с мясом индейки. И вот этот третий блинчик, он же омлет по-французски. Вот омлет, например, он должен весить 150 граммов, а весить 167. Ну, вот блинчики, допустим, с яблоком. 170 граммов, а весят 190. Блинчики с мясом индейки 180 должны весить. Но вот тут, кстати, недовес, скорее всего, потому что коробка... А вот эту коробку мы можем выяснить, сколько она весит, да? Переложим, допустим, блинчики. Она 18 граммов весит. То есть, с учетом этого, блинчики с индейкой небольшой недовес имеют. Смотри, ну, красиво пожаренные блинчики, ребята. Обалдеть. Сколько вот блинчики с яблоком? 99 рублей стоят. Блинчики с яблоком. Ну, там не сказать, что много яблока. Ну, как бы, вот, видим, что начинка есть. Давай теперь блинчики с едой посмотрим. Вот, с индейкой. Ух ты, желтенькая такая, смотри. Скорее явно, да? Ну, неплохо выглядит. Неплохо выглядит. Два блинчика. И здесь омлет по-французски. Причем тут два омлета по-французски, да? И вну... О, смотри, внутри в омлете что-то еще начинка какая-то. Какая-то начинка типа индейки тоже. Или ветчины, что это такое? А, ну, с ветчиной и сыром. Там сыр и ветчина. Давай будем пробовать. Годно выглядит. Блинчик с яблоком. Класс. Очень вкусно. Такой кисло-сладенький вкус. Блинчик с индейкой. Слушай, блинчик с индейкой. Я сейчас настроился на то, на то, что это будет сухомятка. А внутри очень влажная, как ни странно, для индейки начинка. Она с чем-то перемешанная, такой очень вкусный. Очень насыщенный вкус. Понравилось. Блинчиком прям пятерочки обоим. Ну, и омлет. Омлет с сыром и ветчиной. Очень вкусно. Ребята, то есть по 100 рублей. Вот омлет стоит 109 рублей. Типа на завтрак, допустим, взять 2 омлета. Довольно много, кстати, начинки мы видели. По 100 рублей стоят блины. 99 даже. Вот 170 граммов стоит 99 рублей. То есть тут вся еда дешевле 100 рублей за 100 граммов. Психологический наш барьер. Помним про это, да? Достойно. И еда вкусная. Мне понравилось все, что я сейчас попробовал. Очень качественно сделано. У нас следующие три блюда на повестке. Это пельмени, которые я назвал в сибирской коллекции. Что, кстати, неплохо. Это несколько. Котлета по-киевски, блин, такая маленькая оказывается. Офигеть. И вот единственная, кстати, мне кажется, пачка неподписанная. Это паста карбонара. Здесь вообще нет никакой наклейки. Это единственный вот косяк из того, что я вижу. Ну, как косяк. Это, конечно, и так зажирательски, да? Вот такие вот иметь упаковки, где написано белки, жиры, углеводы, вес, состав и прочее. Это прям богато. Котлета по-киевски стоит 129 рублей. Но это вот со скидкой через Яндекс.Еду. Пельмешки 139 рублей. Вот такие пельмешки 150 граммов. Давай сразу проверим. С упаковкой должны они 160 уж точно быть, да? Ну, тут 177. Равно как и котлета по-киевски 155 граммов. А, 135 должна, а по факту 151. И паста карбонара с соусом бешамель 165 граммов должна. Весит все отлично и стоит 119 рублей. Вот такая вот, друзья, моя еда. Паста карбонара. Ну, ребят, как паста, как макароны, макароны. Чуть-чуть они уже, конечно, смотри, заветрились. Ну, в целом нормально. Видите, соус не совсем такой, прям совсем унылый стал. Он еще жидкий, да? Хотя макароны, они уже подостыли. Пельмешки тоже, по ним видно, что в них есть мясо. И они еще политы каким-то соусом зелененьким. Что создает дополнительное настроение. Котлетка по-киевски. Оп. Ну, такая, не гостовская, да? Обычно котлеты по-киевски ты ее порезал. И оттуда у тебя прям масло такое. Жирюка такая потекла. Тут как бы все сдержано очень. Просто вот такая котлетка. Давай все пробовать. Вообще, на самом деле, вот по карбонаре, да, есть какие-то вот края. Ну, видимо, из-за того, что подостыли, они такие уже скомканно, как бы все едино, да? Но вся остальная паста довольно с соусом. Блин, я формулирую иногда мысли довольно с соусом. Макарошки с молочным таким сливочным соусом. Я бы не сказал, что это прям карбонара. Довольно симпатично, но без восторгов. То есть, карбонары, конечно же, готовятся вкуснее. Настоящий домашний карбонар, в том числе, по моему рецепту, получится у вас лучше. Но это хорошие макарошки с хорошим соусом и типа с бекончиком таким. Никаких особых претензий не могу высказать, но восторгов тоже нет. Так, что касается пельмешек, давай прям я возьму пельмешку испачканную, испачканную в зеленом чем-то. Ммм, вот пельмени, ребят, вкусные. Вот реально прям насыщенные, классные и много начинки, хорошее тесто. И вот эта зеленуха непонятная, она особо не складывает никакого впечатления. Но это, очевидно, масло с травками. Опять-таки, масло с травками, да? Помните обзор на аварийничную номер один когда-то был? Они не догадались добавить маслица какого-нибудь в сладкие вареники, там, сливочного, а, допустим, в какие-то с едой пельмени и вареники добавить растительного масла. Здесь ничего не слиплось, вот они. Пожалуйста, берите и кушайте. Хорошая порция пельмешек. Очень добротно. Пельмени прям петюля, мне нравится. Сто лет. Давайте компотиком запьем. Вообще. Ну, вот самый вкусный у них все-таки малиновый. Я не знаю, надо малиновый везде продавать. Ой, такой прям как вот из банки, когда в банке наконсервируешь. Вода, вишни и сахар. 60 рублей у них стоит, или 69. Что-то такое. Отличный компот. Ну и ладно, котлеты по-киевски. Лупанем. Отличный котлеты по-киевски. То есть, внешне кажется, складывается впечатление, что как бы они суховаты будут. Ну, грудка и масло не вытекает, да? А по факту они довольно сочные и довольно влажные. Пюрешка классная. Это не разбодяженная вот эта вот шинега. Знаете, как в пакетах, типа. Текущее пюре. Нет, это прям действительно картофельное пюре. Чуть-чуть структурное. Блядь, там гладенькое. Отлично. В общем, котлеты по-киевски оставлю четверку. Пильмешам, петюлю. И карбонаре, ну, 3 балла. Карбонара бывает и лучше. Нежное куриное филе по-французски. Сочные, мощные беточки. Ну, правда, смотри, морковка такая мягкая. Куриная грудка с шафраном. Ну, я так понимаю, тут, конечно, не настоящий шафран, да? Вот. И паровая котлета из филе цыпленка. Вот это мне вообще полезно. Ребята, вот такие вот блюда. Куриное филе 129 рублей, 140 граммов. 147, ну, небольшой недовесик, минус коробка, да? Куриная грудка с шафраном. 150 граммов, 119 рублей. Тоже, наверное, грамм там 2 недовес, но к такому придираться это было бы слишком странно. Так, паровая котлета 119. И тут, кстати, дополнительный соус зелененький. 127 граммов с соусом и коробочкой. Ну, тоже, наверное, граммчик недовес. Сочные беточки. На картинке они более обжаренные, кстати. Ровно с такой же морковкой. 109 рублей, 130 граммов, а по факту 144. А вот здесь все отлично. Паровая котлета из филе цыпленка. Смотри, вот с такой вот... Ух ты, это тархун, что ли, ребят? Похоже, запах просто пошел прям эстрагона. Ну, паровая котлета. Вау! Смотри, она прям мягкая. Она как паштет практически, да? Хорошо сделана. Куриная грудка. Сверху чабрец. Он же тимьян. Куриная грудка. Но эта грудка, скорее, не куриная. Это скорее цыпленок, да? Ну, судя по размеру, она довольно маленькая. Куриная грудка. Она прям не течет так влажностью. Но при этом она мягкая, смотри, внутри. Хорошо тоже сделана. Сочный беточек. Он вот такой вот, структурненький. Ну, такой типа домашний. Ой, точнее, не домашний даже, а столовская котлетка. Такой внешний вид. Ну, и нежное куриное филе по-французски. То бишь, с майонезом, да? У нас все же с майонезом оно сразу становится по-французски. Мазик, какие-то овощи. В общем, вот так вот. Довольно аппетитно выглядит. Нет ничего уныле, чем паровое мясо. Вообще, самое вкусное, конечно, мясо. Это обжаренное мясо. В том числе и куриное. Но, тем не менее, тут вот у нас маслица с чем-то. Давай вместе и пробуем. Дайте-ка я респекну трем правилам. Честно скажу, я готовил пару раз паровые всякие блюда у себя дома. Но настолько не обломной паровой котлеты я в жизни не ел. Прям серьезно. Она вкусная, мягкая, влажная. И все это одновременно. Паровым котлетам. Сейчас вообще удивлен своей фразе. Я ставлю 5 баллов. Офигенно. Паровые котлеты. Из филе цыпленка. Если вот вы там следите за всякими вашими зожами, то огонь. Цыпленок вот с шафраном. Это, блин, сельдерей. Мать его. Ай, что он здесь делает? Я его ненавижу сельдерей. Серьезно. Я не знаю, почему. Мне этот запах не нравится. Давай, ладно. Будем надеяться, что куриная грудка не очень его касалась. Довольно обычная, ничего особенного. Мягкая курица. Но по вкусу вообще ничего выдающегося. То есть просто курочка. Просто шафран для цвета. И просто вот эти овощи, которые немножко дали свой аромат. В том числе и сельдерей. Мне не очень понравилось. Я бы такое себе не взял. Так, ну а вот мясные биточки, глядишь, окажутся и неплохими. Походу все, что с фаршем они делают, у них хорошо получается. Ну опять-таки, слушай. Действительно вкусно. Сочные биточки, свинина, филе, куриная лук, ветчина. Вот такое вот сочетание фарша. Хорошо посолено, хорошо специи добавлены. Мне нравится. Но вот честно, мне паровые больше всего понравились. Паровые, блин, вкуснее даже, чем обжаренные, обжаренно запеченные биточки. Ну и курица по-французски. Тут майонез, тут беспроигрышный вариант. Сделайте для Витальки что-нибудь с мазиком и сразу лайк. Сейчас посмотрим. Кстати, нифига, по той простой причине, что пресно как-то. Ну то есть оно тупо как будто недосолено. Вот само мясо, то есть сверху начинка более-менее посолен. Потому что мазик, видимо, мазик такой магазинный. Сама грудка довольно пресная. Вот это блюдо мне не понравилось. То есть мне не очень понравилось мясо по-французски. И я без восторгов вот к этой куриной грудке. То есть там, где цельные куриные филе, а это два блюда именно из этой категории, мне что-то не зашли. А с фаршиком отлично все у них. Слушай, ну учитывая цены, блин, я не знаю, ну мужик конечно не наестся, еще там 150 граммов, да. Надо две порции такого убрать, чтобы как-то, ну типа в обед поесть. Вот, но тем не менее, довольно вкусно, клево. Так, у меня 4 супа. Каждый упакован вот в такую пачку и каждый подписан. Фасолевый суп по-тоскански, вау. Борщ наваристый, как у бабушки, грибной крем-суп и куриный суп с лапшичкой, да. Кафе натуральной еды. Ну вот у них в плане упаковки, пожалуй, ну, наверное, лучшая доставка, которую мы видели. Ну то есть вот, чтобы все написано было, блин, как греть, где произведено. А, кстати, вот где произведено ООО «Славянская трапеза», Люберецкий район, поселок Томилино. Класс, поселок Томилино. Мы там дачу снимали, когда я маленький был. У нас своей дачи не было, мы снимали там, в Томилино. Ну я был настолько маленький, что я не помню, поэтому нет, у меня нет ностальгии никакой. Опа-на! Фасолевый суп. Слушай, ну на картинке он, конечно, пободрее выглядит. Конечно, начинка там, скорее всего, упала вниз. Крем-супчик. И вот. И, кстати, крем-супу я же еще за десяре купил гренки. Гренки дополнительных денег стоят 10 рублей. Ну мы видим, что все супы налиты, да, одинаково абсолютно, там, видимо, порция есть. Ну давай вот по одному супу сейчас проверим. 250 граммов супчик. 258, все хорошо. Все хорошо, никаких вопросов. То есть вес они соблюдают, вот в этом плане они очень грамотные, конечно, делают. Вот от этого супчика идет очень хороший аромат, на самом деле. Вот этот суп по-тоскански, смотри. Там фасолевая, ну богатая комплектация, да. Какие-то овощи подгриленные, такое ощущение, что их прям поджаривали прежде, чем сюда добавлять. Это очень хорошо. Борщец, ну да, смотри, несмотря на то, что все как бы опало, да. Но тем не менее, буквально в миллиметре от верхнего слоя воды там уже начинается начинка. Вон мясо попадается. Нет сметанки, вот что печально, нам не дали сметанку. Ну, крем-суп из шампиньонов тут ничего особенного. Какой есть, такой и есть. И лапшичка. Я не думаю, что лапша нас как-то удивит особым образом. Да, тут чуть меньше, наверное, начинки, чем в борще. Но, тем не менее, лапшичка, видно, что довольно густой такой суп. Ну, сам бульон, да. Мне нравится. Вот меня, честно говоря, очень интригует вот этот фасолевый суп по-тоскански. Фасоль, болгарский, перец, томатная паста, чеснок, хмели, сунели, кориандр. В принципе, все, что мне нравится. И нет сельдерея. И ароматы от этого супа гораздо более эффектные, нежели вкус. Вкус довольно прозаичный. То есть, это такой некий недохарчо. Я бы так, наверное, назвал. Ну, потому что там кориандр, да. Там, ну, то есть, действительно, такое ощущение, что это где-то скорее грузинское, нежели тосканское. Кухня какая-то, да, присутствует. Обычный суп, ничего особенного вообще. Ничего особенного без восторгов. Вот, вот борщец тоже должен быть без восторгов, но он должен быть, типа, да, это борщ, все. Да, это борщ, все. Нормальный такой, кисло-сладенький, все нормально. Борщец огонь. Но вот сметаны не хватает. То есть, в комплектацию, конечно, класть было бы неплохо то, что положено к блюду. Я не знаю, положено сметаной или нет. Ну, попробуем. Так, суп я пробую без гренок. Чистогановый. Это крем-суп из шампиков. Блин, ну, все равно, ну, вот, понимаешь, вкусный суп. Вкусный крем-суп из шампиньонов. Но в шоколаднице все равно вкусней. Ну, реально в шоколаднице лучше. Ну, на самом деле вкусно. То есть, я не могу сказать, что он мне не понравился. Я его доем. Если гренок накидать, так вообще нормально. То есть, на четверочку крем-суп из шампиков. От души. И томатный суп с домашней... Какой? Тьфу, томатный. Куриный с домашней лапшой. С домашней? Что, серьезно, сами лапшу делаю? Не может быть. Несмотря на то, что... Когда мы смотрели этот суп в приближении, складывалось впечатление, что довольно наваристый он. А по вкусу он как будто бы ненасыщенный. То есть, вот если мы дома варим из домашней курицы и такой хороший бульон, то мы прям чувствуем капитальный такой куриный бульон. Здесь ты не чувствуешь такой капитальный куриный бульон. Супчик на трешничек. Итого. По мне, борщ number one. Сделано отлично у них. Крем-суп из шампиньонов. Тоже вкусно. По-тоскански довольно уныло, ничего необычного. Но тоже съедобно. Куриный тоже съедобно. Все, вот так вот. Без восторгов. Более-менее борщ мне, наверное, скорее вот... Чуть больше, чем просто понравилось. Они сделали его классно. Вот такие вот супчики, ребята. Опять-таки, да? Ну вот сейчас... Кажется, что дешево в трех правилах. Но на самом деле, по факту, получается, что нет. Потому что, если мы берем с вами, например, какое-нибудь второе блюдо, суп и компот, у нас это уже выходит в пределах где-то 300 рублей. Ну, 300 рублей. А 300 рублей это уже, как бы, такой, скорее, дорогой бизнес-ланч, да? Но если как доставку это воспринимать, то это, скорее, дешевая еда. Меньше 100 рублей за 100 граммов. Напоминаю, здесь практически везде соблюдается этот баланс. Ну, так, по моим прикидкам. В общем, вот, супчики брать можно. Каждый из них съедобный, но лучше всего брать борщ. У нас еще два блюда. Вторых, это курица карри с рисом и бефстроганов с гречей, как написано у них на сайте. Курица карри, 119 рублей, 170 граммов. 183. Смотрите, они вот, то есть, граммы соблюдают настолько хорошо, что прям вообще придраться не к чему. Вот это вот бефстроганов 160 рублей стоит, 159, 200 граммов должен весить. Тут небольшой недовес, грамма 3 с учетом упаковки. Я не думаю, что тут стоит прям искать мясо, потому что оно лежит отдельно. Вот видите, вот лежит, и понятно, сколько его. Одна треть мяса, одна треть гречки и морковочка от мяса. Тут то же самое. Чуть-чуть риса и чуть-чуть мяса. Ну, тут, кстати, курицы, можно сказать, половина от блюда. В отличие от бефстроганова, где мясо одна треть. Чего по мясу? Очень мягкое мясо. И действительно, судя по всему, вот судя по мягкости и тому, что нет жил, они делают из вырезки. Ну, в общем-то, как и надо делать бефстроганов. Бефстроганов не надо жалеть мяса. Просто классика, ребята. Бефстроганов с гречей 200 граммов или сколько там? 200 граммов. Вот это, вот это похоже на блюдо. Островатенько, кстати. Что-то они туда перчика кладут, хорошо. А вот курица карри, плюс еще болгарский перец зеленый там. Привкус карри очень-очень-очень такой слабенький. То есть, это скорее курица в сливках и немножко покрашена карри. То есть, карри тут ради цвета желтенького, нежели ради вкуса. Если вы любите очень индийскую кухню, любите куркуму, то это блюдо вам не покажется очень индийским, но оно покажется вам весьма съедобным. И оно тоже остренькое. И, возможно, кстати, это мне показалось острым, потому что я одной и той же вилкой все это ковырял. Ну вот, рис сварен хорошо, не в кашку и весьма неплохое блюдо. То есть, каждое из этих блюд я, в принципе, себе бы взял и съел. Они довольно простые, но вкусные. Пойдет, пойдет. Со вторыми блюдами хорошо, но вот как у них дела с салатами обстоят. Почему-то в доставке я не видел салат Цезарь. У них салат Цезарь маленький, но годный. Вот за свои деньги тоже порядка 70 рублей у них в кафешках. А у них кафе дофига. Штук 15, наверное, точно во всех торговых центрах. Вот у меня... Мы даже снимали ролик как-то уже года 3 назад, наверное, из трех правил у меня в торговом центре. У меня 3 салатика. Вот они у нас, 4 салата. Вот эти салат стоят по 89 рублей. Это винегрет, это салат с брынзой. И вот эти салатики по 79 рублей. Бахор, салат капустный. И селедка под шубой. Никакой химии. Опять наклеечки. Все как надо. Вот интересно, винегрету есть ли... А, есть. Вот я про это и хотел поинтересоваться. Все нормально. Салат с брынзой. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Где-то 10 кусочков кубиков брынзы. Капустный салат. С ним более-менее понятно. И селедочка. И селедочка. Вот 130 граммов должно весить. 152. Ребят, ну у них все отлично с весом. Мне кажется, надо перестать уже взвешивать салаты. Вот трех правил, потому что все клево. Давайте выльем. Оп. Вот эти вот вкусняшки. Они причем отличаются. То есть для винегрета маслица с укропом. И больше ничего. Прям свежий укроп даже не сушеный. И короче вот. А здесь что-то с каким-то кориандр что ли молотый. Попробуем. Такой салатик я еще никогда не ел. Кунжут. Свекла. Сыр. И все. И кинзы. Как по мне заправочка скучная. Мне кажется, вот если в эту заправку еще добавить немножко уксуса. Вот в это масло с укропом, то будет отличная заправка. И может быть чуть-чуть горчицы. Ну, по крайней мере, я так для домашнего винегрета делаю. Ну, а так что? Овощи нормальные, хорошо порезанные. Вопросов нет. Но заправка скучновата. Салат свекольный с брынзой. Алло. Ребята, что за рецепт? Очень специфический по вкусу салат. Именно из-за заправки. То есть сочетание сладкой свеклы и брынзы соленой довольно вкусное. Но заправка что-то странная какая-то. Вот там есть уксус и, по-моему, какой-то типа яблочный. И он как-то чертовски не подходит к этому салату. Короче, вот этот салат мне не понравился. Салат бахор. Капуста, морковка и вот какие-то ягодки. Ну, это типа кизил. Я не знаю. В общем, напишите в комментах, что это за ягоды. Я не обязан во всем разбираться. Я не повар. Салат бахор с клюквой, блин. Тут написано, это клюква такая. Ни хрена себе. Да не клюква. А, клюква. Офигеть, клюква здоровенная. Такая причем кисло-горько-сладкая. Хорошая клюква. Обычная вот эта сладенькая капусточка с морковкой, как вы иногда делаете. Не квашеная, а вот именно такой легкий быстренький салатик, который иногда хорошо заходит к ужину. Очень душевный. Прям советую. Вот этот салат. Селедка под шубой. Ну, не знаю. Мазика много. Это радует. Меня радует, когда много мазика. О! Селедка под шубой. Салат бахор. Зачет. Винегрет скучный. Салат с брынзой и свеклой вообще мне не понравился. То есть, совсем не понравился. Остальные есть можно. Ну, в общем, три правила. Ребята, ну вы понимаете, к чему все идет. К тому, что три правила это весьма неплохое место. Особенно за свои деньги. Салатики прошли. Хватит не писать уже. Ё-моё, блин. Мы снимаем. Еще два странных напитка мне привезли. Гуава. Ну, гуава вообще обалдет. Это балдежный сок. В Египте мы когда отдыхали, я помню, всегда брали гуавный сок. Он очень вкусный. Ну, в общем, там белый был. А у нас вот этот суэл или как продается. Он у себя розового цвета. И здесь розового цвета. Ой, как же это вкусно. Я, ну, серьезно, прям такой нектар хороший, как, в общем-то, в магазине вы купите в стеклянные банки. Суэл, по-моему, делает фирма. Думал, сейчас вот на экране появляется. Тыдыщ. Если найдем мы. И кокосовая вода. Вот это вот интересно. Мне кажется, это тупо натуральная, реально кокосовая вот эта штука. А, так и написано. Натуральная кокосовая вода 100%. То есть, это вот просто из кокоса слили сюда и законсервировали. Мне не нравится, как бы, на любителя. Но гуавы гораздо вкуснее. И все это меркнет по сравнению с компотиками. Да, компотики все-таки топчик. Ладно, у нас еще, смотрите, есть какая-то азиатская штука. Роллы. У меня все азиатское осталось, наконец. И сэндвичи. И сейчас мы это все тоже попробуем. Камон. Вот Калифорния, смотри. 159 рублей. 120 граммов. Я не буду ничего взвешивать. Роллы как роллы. Соевый соус. Что-то он там потек слегка в коробочке, видишь? Да? Палочек нет, поэтому тут мы по-европейски будем все это затачивать. Ну, блин, ребят. Они явно не занимаются японской кухней, судя по этим роллам. Сейчас попробую. И баклажаны по-азиатски. Вот это выглядит вкусно. Я люблю такие штуки. Но мне кажется, недостаточно соусов. Хотя вот чесночный запах сейчас, такой хороший чесночный, мне кажется, немного имбирный запах пошел от этих баклажанов. Попробуем ролл. Ну, слушайте, он даже чуть так вот разваливается, когда его вилкой тыкаешь. Слушай, вообще шляпа. Ну, я понимаю, зачем они это сделали. Ну, просто потому что это должно быть в меню. Ну, очевидно, у этих ребят очень хорошо получаются обычные такие столовские блюда, но хорошего качества. А вот это всякие изыски наподобие роллов. Типа а-ля оригинально, но это уже не оригинально. Мне кажется, лучше из меню убирать, если это не особо. 159 рублей стоит, то есть вот 8 штучек таких роллов стоило бы 320, что ли, да? Ну, кстати, нормальная цена. Невкусно, плохо сваренный рис, крабовые палочки, что там может быть вкусно. Ну, вот баклажаны, баклажаны могут оказаться весьма неплохими. Я сейчас чуть-чуть их перемешаю, потому что там явно соки стекли вниз. Так, и корейская морковка, да? Блин, морковка вообще не в тему. Баклажаны мягкие, морковка хрустящая. Странное сочетание. Баклажаны по-корейски с халапенью. Окей, халапенью там есть, но вот слово по-корейски можно вычеркивать. Потому что нету яркого вкуса. Азиатский вкус это кислота, это сладость, это острота, понимаешь? Тут ничего вообще нет такого яркого. Вот аромат чеснока есть, но при этом какой-то остроты, какой-то вот кислой сладости нету в этом. Ну, окей, даже если исключить сладость, но должна быть какая-то соленая кислота, что ли, вот так вот. Унылые баклажаны вообще ни о чем. Ну, ладно, вот чуть более унылые у нас еще есть вещи. Это просто сэндвичи, блин. Это, наверное, самое скучное за сегодняшний обзор. Сэндвичи за что-то типа за 69 рублей, да? Вначале-то я вам говорил. В Яндекс.Еде я сейчас открою. Вот обычно мы привыкли, да, вот эти треугольные сэндвичи, они обычно по два. Ну, то есть раз и второй кусок, как бы один квадрат разделен пополам. Тут тупо пополовинке. Вот, поэтому они стоят столько. Какие 69? 99 рублей они стоят. Че я себе напридумывал? 99 рублей стоят эти сэндвичи. Но, в принципе, выглядят они довольно наполненными. Давай посмотрим. Вот сэндвич с тунцом, смотри. Цельнозерновой хлебушек. Хлеб мне нравится, сразу скажу. Это с нежной индейкой. Сэндвич. Это с лососем. И все на одной булке, обратите внимание. Все, а хотя нет, вот сэндвич с курицей на белом хлебе. Ребят, ну тут, честно говоря, я не знаю даже, что обсуждать. Вот сэндвич. Ооо, куриное тут. Это с курицей, ребят. И тут, смотри, мелко порезанная куриная колбаса. Сырок, салат айсберг и соусец, да. А тут куча тунца. Ну, консервированный тунец. Ну, это хорошо, кстати, то, что здесь кукурузка, она в тему с тунцом всегда. Это индейка. Ну, тоже какая-то готовая индейка куском. Опять тот же салат. И тот же белый соус а-ля майонез. Лосось, судя по всему, копченый. Судя по всему, не очень дорогой. Просто обычный лосось в магазине завакуумированный. Ну, давай, я вот хочу очень попробовать с тунцом. Потому что с тунцом такие сэндвичи, как правило, вкусные. С куриной колбаской меня тоже интересует. И с белым хлебом. Давай, сейчас лупанем с вами. Оп, блин, ножи, конечно. Так, все. Все, давай пробовать. Куриный с белым хлебом. Блин, я не люблю эти сэндвичи. Серьезно, если вот меня спросите, я лучше чизбургер съем. Сколько чизбургер съешь? Дим, сколько? 60 рублей он стоит? 70 типа. Чизбургер в Макдональдсе вкуснее, чем вот эти всякие сэндвичи а-ля натуральные. Во! Забирай свои слова назад. Бутер с тунцом, это офигенно. То есть, там, где большие куски мяса, он суховат. А где вот такой типа паштета из тунца, вот он вкусненький. Так, с лососем тоже не думаю, что меня удивит. Вообще, вот этот цельнозерновой хлеб темный, да? Не знаю, он как к лососю вообще подходит. Давай попробуем. Конечно, друзья, все, я умываю руки. Эти сэндвичи не люблю. Официально заявляю, кроме сэндвича с тунцом. Остальное все шляпа, сколько бы оно ни стоило. 100 рублей тем более. Вот это не сказать, что дешево. Скучная начинка, невкусные соусы и хлеб. Но тунец пойдет. Тунец молодец, емано. Все, у нас осталось два десерта. Птичье молоко и творожный чизкейк. Тот самый, который честно написано, что он творожный. Что будет творожный вкус. Я открыл и чувствую уже запах, что это скорее запеканочка такая. И птичье молоко. У них, кстати, интересно, что вот разную продукцию им производят разные производители. То есть там супы одни готовят, бутерброды. Кто готовит, подожди, компания Будком в Москве. Ну то есть у них куча поставщиков, которые специально для трех правил готовят вот эту продукцию. Потому что на каждой коробке написано специально для трех правил. Нормально они сорганизовались, что? Не все же самим готовят, да? И нежная-нежная суфлеха. Видно, что хорошо сделано. И видно, что там агарчик, а не желатинчик. Я на самом деле гоню, конечно, что я могу внешне определить, с агар-агаром сделано или нет. Но у нас на кухне довольно жарко. Поэтому, скорее всего, это агар-агар. Потому что у него температура... Как это? Температура плавления агара. Не знаю, кондитеры, напишите. Короче, у него выше. То есть, может быть, жарче, прежде чем он начнет течь. И он держится. Несмотря на то, что на кухне жарко. Это вообще птичка не по ГОСТу. Мне такая птичка не понравилась абсолютно. У нее, чтобы вы понимали, то есть, в принципе, классическое птичье молоко. И у меня тоже на рецепте есть канал, хотел сказать. На канале есть рецепт. Ребята, он плотный должен получиться. То есть, суфле должно быть плотное и нежное. А тут суфле тупо нежное. И вот это мне не нравится. Вот это мне не нравится. Давай, ладно, чизкейк попробуем. И вот он, чизкейк творожный. И тут по структуре видно, что это тупо протирают творог. Но это неплохо. Просто это не чизкейк, блин. Максимально вкусный творожный чизкейк. То есть, как сказать, он действительно творожный. Я всегда критикую творожный. Ну, вот чизкейки с привкусом творога. Ну, не нравится мне это. Азбука вкуса, например, этим грешит. У них чизкейки. Они все с привкусом творога. В отличие, например, от чизкейков от cheesecake.ru. Где они с привкусом сливок. Там, я не знаю, цедры, лимона в чизкейке. Нью-Йорк. И так далее. Вот здесь вот минимальный привкус творога. То есть, не складывает ощущение, что это тупо творожная запеканка. Хорошо сделано. Прикольно. Хорошо вкусно сделанный творожный чизкейк. Ребята, ну три правила. Ну, что сказать. Они достойно себя показали. Мы попробовали практически все меню за редким исключением. Ну, по крайней мере, то меню, которое они декларируют в доставке. И со всеми позициями. Ну, 99% они справились отлично. Ну, что-то чуть просто скучнее. Просто какие-то скучные блюда. Не сказать, что они там плохо приготовлены. Все приготовлено хорошо. Но какие-то блюда я бы просто себе брать не взял из-за своей вкусовщины. Там те же баклажаны. Тот же вот этот странный суп какой-то нестандартный. Ну, а так все по классике. Что, если это гречка с мясом, это вкусная гречка, вкусное мясо. Курочка с рисом, это вкусный рис, хорошо сваренный, это мясо. Ну, кроме роллов, там рис сварен стрёмно. В общем, достойное место, по общим ощущениям. Это никакого восторга нет. Но в целом, вот, я, честно говоря, не знал, что три правила можно с доставкой брать. Вот, спасибо Яндекс.Еда за то, что у меня есть такая возможность. Поэтому скачивайте приложение. Ссылка в описании. И пользуйтесь промокодом. Помните, да, до 31 октября 25% скидка на два заказа. Вот. А мы выставляем оценки и, в общем-то, подводим итоги по трем правилам. Вы видите, да, 92,4 балла набирает. Это говорит о том, что это вообще нормальное место поесть. Это нифига никакой не элитный ресторан. Это нифига никакие там ни суши, ни пиццы. Это нормальная просто еда. Да, ну, просто нормальная, хорошо сделанная еда. За адекватные деньги меньше 100 рублей за 100 граммов. Итак, сайт. Я ставлю 4,5, но, опять-таки, я оцениваю информацию, которая мне доступна в Яндекс.Еда, да, в приложении. Что мне там не хватило? Там 95% есть описание, но по некоторым блюдам нет фоток и все, да, нет фоток. То есть, описание есть, но нет фотографий. Просто тупо надо дополнить меню. Перезвон, озвученное время доставки. Опять-таки, я пользуюсь приложением. Я видел, сколько мне должны они везти. Я видел, в какой стадии находится заказ и так далее, да. Фактически, время доставки 5. Они справились до часа, ребята. Довольно редко происходит такое, что до часа мне привозят. Ну, и плюс соблюли время, которое обещали через приложение. Они же, наверное, устанавливают вот эти нормы. Сами три правила, да. Наличие сдачного курьера, ну, 5 ставлю, потому что мы оплачивали картой, да. Вежливость персонала ставлю 4. Ну, потому что я, в общем-то, знаю три правила. Потому что мы у них снимали ролик когда-то давным-давно. И тогда что? Не знаю, почему эта оценка. В общем, мне критерия определенно надо уже менять. Уже все неактуально. 4 балла. Фирменная упаковка, качество, все отлично. Петюли, ребят. Температура блюд поставил 4, потому что может быть горячее. Да, конечно, может быть горячее. Но в целом все приехало в таком виде, что можно сесть и поесть. То есть даже особо греть не надо. Хотя на каждой упаковке написана рекомендация, что вы можете погреть это. Если это надо греть, если это не салат, конечно. Так, вес блюд пятерки. Слушайте, ну, в основном все везде прям идеально соблюдено. За исключением, может быть, там 3-5 граммов где-то недовесов. Ну, поняли, да? За вкус я поставил 4, равно как и за внешний вид блюд. Ну, потому что не сказать, что есть какие-то прям такие вау-восторги. Это просто качественная еда, которая вкусная. Ну, практически вся она вкусная. И мой вкус обычного человека, да? Который, в принципе, конечно, питается всякими сушами, роллами и прочими там пиццей. Но я люблю обычные вот там гречечка, картошечка, курочка. Мне вот это очень нравится. И здесь это сделано хорошо. Внешний вид абсолютно по той же причине. То есть, все по обычному. Температура напитка все прохладные. Все как надо. 12 градусов это отлично. Возможность оплаты картами есть. И картой, и через Apple Pay. Видимо, Samsung Pay тоже есть. И адекватность цены, качество определенная пятерка. Потому что адекватные цены, адекватная еда. Это, опять-таки, недешево. Конечно, дома приготовить будет дешевле. Это, конечно, дороже, чем себестоимость продуктов. Но, тем не менее, это не настолько дороже, насколько бы вам могли привезти из какого-нибудь другого ресторана. Ну, представь, что вам везут винегрет, например, из Павлин-Мавлин того же. Но он не будет там стоить 89 рублей. Понимаешь? Ну, никак. Там тебе 300 рублей возьмут за этот винегрет. Обычный винегрет, блядь. Вот. Вот и вся история, ребята. Три правила. Отличная кафешка, куда мы периодически и с семьей заходили. И иногда брали у них на вынос еду. Так просто дома поесть. И сейчас есть доставка у них с помощью агрегатора Яндекс.Еда. Устанавливайте приложение и пользуйтесь. Если вам надоела вот эта еда всякая, типа пицца, суши. Почему нет? Простая, понятная, вкусная еда. Все, ребят. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok